Вопросы заранее готовьте дома. У нас специально сейчас открыт такой как бы не канал, а отдельно занятия идут, это в четверг. Первого дома открытым оком берут, там 600 вопросов и ответов, которые мне давали в университетах. Это самое интересное начинается сегодня. Ну это знают по пряску. Ивангелие, толкование, а здесь совершенно неожиданно сейчас становится, а как было? А мне записки-то идут и на все отвечены, а дома я их еще расширяю по слову Божию. Вы приготовьте, у вас обязательно вопросы есть, вы просто обходите их. А когда коснется, вам такой ответ дадут, святых выносить, иконы не должны было. Простое, понятное дело, мы должны ходить по понятной дороге. А если ты не знаешь, что такое дорога, путь, истина одна. А толкований очень много. В одной только Америке 21 тысяча разных сект. В руках всех только Библия, 66 книг. Все бросили не канонически друг от друга. Нам Бог открыл. Если открыл одному, 21 раз по-разному толковать Бог не толкует. Один человек говорил такое. И говорит, я отвечаю за то, что я сказал, но не за то, как вы поняли. Додумайтесь об этом. Я слышал, слышал правильно. А теперь, что слышал? Объясни. Самые простые вопросы, вот с кем я обращаюсь. Стоит, руки опустил. Ты же каждый день ходишь по земле. Как ты не можешь знать, что это земля? Ведь, вот, мне митрополит Виталий писал, говорит, ты не поймешь, кто из нас скверх ногами ходит. Если земля шар, а где тогда небо? А где, по отношению чего? Вот если потерял ты что-то, крестик, магнитом не найдешь его. Он медный, не притягивает. Пушинка медленно вот от тополя летит. Когда медленно, но она все-таки сюда падает. В космос не летит. А вода как притягивается? Океаны, бури. Там смотреть страшно. Никуда не прокидывается. Ну, если шар-то земной, ну, вообрази это все. И ты скажешь, такая тайна, которой касаться страшно. О которой, говорят, земля плоская, но она должна на чем-то стоять. В Индии они объясняют так, на трех китах. Там на черепахах. Ну, ты же знаешь, что никаких черепах там нету. Ну, а черепаха-то на чем стоит? Два момента, которые от человечества Господь сокрыл. Это пространство и время. Это абсолютно неприкасаемые темы. Что такое время? Ну, почему 24, а не 20 и не 60? А вот, ну, почему 60 секунд? Почему в часу 60 минут? 12 часов, не 12 или сейчас, Господь говорит, во время Христа уже 24 часа в сутках было. Кто это установил? Есть такие моменты, которые, ну, все по-разному. Но есть три момента. Во всех народах, в прежних, сегодняшних, три абсолютно одинаковые. Кто назовет, что это за моменты такие? Одинаково все понимают. Три момента. Но если бы задумались, как это, откуда идет, мы бы все были единые. А где единый, там Господь. Семь дней, неделя. А? Неделя, семь дней. Аминь. Месяц разный. Новый год начинается в Китае, в Индии, все по-разному. А вот и нет. Семь дней в неделю. А откуда это пошло? Значит, народы были в одном месте, когда расходились. А когда они расходились? В 1656 году от Рождества, от сотворения Адама. Был потоп. Год отнимай туда, это уже не решает где-то. Второе. Что у всех одинаково? Вот и все. А вопросы-то? Всего их три вопроса таких. И они очень важные. По этим вопросам, говоря, ты найдешь быстро общий язык с любой религией. А почему? Потому что гнездо одно, откуда мы вышли. У всех народностей мира вот эта вот синяя полоса. Забота была о вечности. Что там за гробом? Нет такой нации, дикой и грубой, как Плутар говорил, путешественник. Я обошел весь мир. Я встречал города, у которых нет стен. Встречал народы, у которых, проверьте ли, нет одного. Но я не встретил такого дикого и грубого народа, у которого не было бы веры в Бога. Революцию делать Бог не нужен. Но революцию сделали, дальше должен быть Бог. А этого нет. Началось истребление друг друга. Белых, красных, зеленых каких. И по сегодняшний день это. Притом правители провозглашают иногда. Вот сегодня тоскуют. Памятник Ленину поставили. Священник освящают. Сталину. Сегодня прям показано. Почему? Была дисциплина. А какая? Не было вот этих заворотов. Да почему? Потому что область все душила и душила. Почему? То, что мы сегодня имеем. Компьютеры. Оттуда. Изобретение телефона. Оттуда. Почему? Разве в России не было умных людей? Было, но запретили. Это выдумка. То есть все заглушили. Кибернетики нету. Значит второе. Что будет суд Божий. О чем Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен звону злато и мысли. И дела он знает наперед. В школе же мы это изучали. Я однажды, ну было время такое, что много времени выступал перед учителями. Ото власти устраивали. Министерство просвещения на это указало. И меня везде таскали. По воинским частям. В один кинотеатр там собирает меня. Которое там проходить можно около сиденья-то. За руку протаскивали кое-как. Ну и среди учителей, директора, завучи. Ну и я говорю, а вы считали Мцири? Лермонтова-то? Ну да. А какой эпиграф? Какой эпиграф? Ни один не знает. А печатали? Печатали. На исландском языке. Вкушаю, вкуси их мало меда и сиаз умираю. То есть я поел немного меду и должен умереть. И указывалось вместо Библии. Вы это видели? Учителя, директора там, ну которые главные в Алтайском крае, друг на друга глядят и не знают где-то. Я говорю, там написано глава стих. Если вы считали, там воскресенье Льва Толстого. Эпиграф откуда взятый? Из Библии места Евангелия указаны. Ну глаза-то откройте. Советская власть не все закрывала. Маленько можно было где-то видеть. И по этим местам-то мы можем найти. Какого меда? Какого он меда вкусил? Вот теперь дальше. Почему я должен умереть? И сиаз, аз это я, умираю, умираю. Я беру не откуда-то, а отсюда. Приезжает полковник за мной. Собрали всех прокуроров, помощников прокуроров Алтайского края. Сказали вас вызвать, чтобы вы выступили перед ними. А генерал мне и говорит, знаете, вот в прошлый раз нас собирали милиции отдельно. Моя милиция себя тише стала вести. Понятно? А что тише? То есть власть есть и остановил. Оштрафовал. Оштрафовать-то ведь есть за что? За все. Потому что по нормам, какие есть, невозможно даже жить. А без ничего нельзя жить. Безо лжи нельзя жить. Вот ложь убери только и все, государство разрушится. Вся статистика, объяснения. Вот эти, кого там ставят, убирают, поднимают, воюют. Все на лжи построено. А почему? Дьявол жив. А раз он жив, то что будет? Так, второе, мы разобрали. Третье, что еще у всех народов есть? Ну понимаете, вот вопросы какие, которые касаться нас должны. И вот по этим вопросам мы должны четко, кто встретится с нами, показать. Мы именно такие, которые это признаем. Тогда тебя будут слушать и разные другие веры. Я вижу, Любы-то у нас нету. Где она? Уехала дочерь, наверное? В отпуске. А? В отпуск поехала. В отпуск? Да. А у нее как, дочь? Откусил батюшка? Ну ладно, не в этом дело. Что знать-то, о чем молиться только. Больше ничего тут нету. И вы тетрадку несите. Есть такой прибор, ручка называется. И напишите там вопрос какой-то. Вот. А то не знают как. У человека больше всего, что мешает ему царство небесное получить? Вот тоже три ступени. Какие нужны? Ты первую прошел? А если вторую не прошел, а на третью что ты постигаешь каждый день? Первое и самое страшное. Отвергнись в себя, свое Я. Я говорю, возьми бумагу. Ты слышишь меня, брат Игорь? Да. Напиши. Я и кто? Тут в проповеди, когда мне приходилось говорить, а потом занятия. Мы выходим однажды отсюда. Я говорю, следующее занятие будет. Называется так. Почему я такой вредный? И вот этот брат выходит и говорит, а я откуда знаю, какой ты вредный? А почему? Я про себя все написал. Да слава Божия нет про себя. Про меня по сей день не написал. А про другого напишу, про всех напишу, а про себя нет. А почему? Я боюсь туда глянуть. Сказать, когда ты обратился, когда ты родился свыше, когда тебе Бог открыл истину, назови день и час. А чтобы все апостолы знали. Знали. А когда узнали? День Пятидесятницы. А потом еще предыдущее было. Мы рыбачили и сети порвались там. И ясное дело, что ночь зря прошла. Главное, ночью рыба идет. И вдруг какой-то стоит с бородой там. Бросьте с правой стороны. Вытаскивает, а начали, да не вытащит. Вы знаете, и лодка начала даже тонуть. Нам бы такого... Кто-то бы на берегу-то стоял, когда мы в воде там плюхаемся. А мы карасиков по счету каждый день считаем. Сколько? Я просто говорю, посмотреть насколько все интересно. И вот это интересно не где-то здесь. Отвергнись себя. На бумаге напиши, брат. Я такой-то. Стою во столько-то. Родился тогда-то. В рост мой такой-то. Вес мой такой-то. Я сказал об этом. И возраст такой-то. В интернете. Как посыпалось на меня сейчас все. Которые здесь в скайпе. Рост такой. Вес такой. Лет столько-то. Я о некоторых даже представления не имел, что он такой именно. Прямо совершенно другие фотографии стоят как будто бы. Почему? И все поняли, как это важно, чтобы ей подсказали. Ты рост свой узнал? А сколько? Ну, метр восемьдесят семь. Сотню отними. Что осталось? Сто восемьдесят семь. Стол убрали. Что осталось? За эту грань никогда не заходи. Ну, желаешь нормально, чтобы было? Пятерку еще откинь. За это тоже не надо выходить. А эти, которые... Это отдельный разговор. Они за собой не смотрят. Был министр внутренних дел Нургалеев. Я однажды издал указ. Я прочитал. Неправду поди. И он говорит. С излишним весом и пузатых всех уболить. Слово пузатый в нарекании в государственном уровне не слыхал такого даже. Ну и начали их вычистили. Почему? Он не может ни себя защитить, ни другого. А их же учат разным приемом. Он же должен... Где-то один и нападают. У него должен слух быть другой. Меня куда поставишь, когда я рядом не слышу? А как это? Очень просто. Едут в троллейбусе. Сидит. Он переоделся. В милиции служит. Ну, я не знаю, в каких там дальше органы у него. Но милиционер настоящий. И слышит щелк. Маленько погодя. Щелк. Он знает, что это перезаряжает пистолет. Звук такой издает. Ну, значит, он встал. Глянул только, кто есть. И сразу перешел сзади. А мужчина сидит, готовится что-то делать-то. Ну, и он снимут. А его это еще где-то контролирует. И еще один помогать ему будет. И милиционер думает, я на этом сейчас. Я вас им поправлюсь. Пистолет вырву. А там сзади другой может есть. И он их вычислил, кто есть. И началась борьба. Он сразу пистолет отнял. И этих. Троллейбус остановили. Та же вызов. И все кончилось. Готов я на это. И в любом вопросе. Вот ты дорога ехал. У тебя ездил в город-то. И машина встала. Причин много. Результат какой? Тебе надо выправить. Там или колесо лопнуло. И другие. Это я аварии не знаю. Что ты делаешь? А машины вот так идут. А в Германии закон. Государственный закон. Если ты ехал и увидел авария. И человек стоит, что-то там копается. Ты обязан остановиться. А если он тебя запомнил, номер дал. К утру с тобой уже там будут разговаривать. Штрап наложат. Наложат тебе полгода за машину не садиться. И никуда не денешься. Чтоб ты понял. И вот она пишет одно. Мы пока стояли. Говорит. Человек 17 остановилось. Мы сказали. Мы поправимся. У нас все для этого есть. Вот и проще. То есть они не дали сигнал туда, куда есть. В государстве. Они заботятся. Вы грибы собираете? Да я вижу. Собирают. Самый главный грибник вот здесь живет. Бежу. Все чистит там где-то. Я был в Америке. Мне заказали в монастыре в Жорданбельском. Белых грибов. Сушеных. За 100 долларов. Можно было бы поработать. Но я не понимаю. Есть такой гриб. Белая поганка. У нее стебелек такой. И посередке так как кольца. Видели? А трава от нее страшнее у куза гюрзы. А что такое гюрза? Гюрза такая давитая змея. И она по дороге ползет. Я сначала гюрзу объясню. И мужчина проехал. И тренировка какая. Вот она должна быть. Видишь? Как это тренируется. Как мышей ловить. Если мышь будет жирная. Как не сплоховать? Вот я говорю. Они тоже выполняют это дело. Я на голову и вот такой немножко. А он подошел посмотрел его. Вот так вот. Я на голову его за сапог. Зараза. Еще. Сел в машину. Километров 20 проехал или нет. Умер. Километр. Она укусила. И там капля попала какая. Но от нее какие-то есть лекарства. Там уколы делают. А от белой поганки нету спасения. Ни один человек, съевший ее, не остался жив. А обнаруживается тогда, когда кровь начала разлагаться. Уже все кончилось. Это было в Швеции. Кто там ее поднял? А там грибов много разных. Ну и 4 человека умерло. Что бы у нас сделали? Да жри дома. В магазине покупай 10 тысяч. Заплати за килограмм. Я уж утрирую это. Они не так поступили. Кнесет по-другому называется. Заседали. Как мы можем избавиться, чтобы наши граждане не погибали? Запретить собирать грибы. Запретили. И уже, я не знаю, может лет 50 с лишним. Ни одного гриба никто не сорвал. А наша православная-то приехала туда. Глядят, грибы. Он ножик, скорее, потихонечку срезал. Куда ты пошел? Ты что делаешь? Да как? Грибы тут никто не берет. Ты знаешь, что тебе будет здесь-то? Ты домой только через 7 лет поедешь. Почему? Сразу бросил и все. Закон для всех. Журналисты поехали в Египте. Там встретились с теми журналистами. Идут. Ну и советский журналист, с которой приехала тоже журналистка. Под руку она его взяла. Идут. Он остановился и говорит. А она кто вам? Сотрудница. В одном издательстве работаем. Я не этот спрашиваю. Она жена тебе нет? Отпусти скорее. Впереди полиция. Ты домой не уедешь. Если она не жена, какое ты право имеешь задевать ее на людях? Тебя арестуют. Домой пойдет через 8 лет. Каждые 4 месяца тебя будут на площади бить будут. По 40 ударов. Понял? Все. Он уже по-другому посмотрел. Законно. У нас законов-то в этих нету никаких. Ни с кем. Ну, знаете, Евгений Евтушенко. А сколько раз он женился? Официально только четвертая жена. Ну, а вот это про Новый год Аларионова там пело. Сколько раз? Только официально 7 раз. А мы говорим. Кто я? Напиши. Тогда отвергнись самого себя. А как отвергнись? И вон учитель спрашивает. А он говорит. Это что у меня на голове? Он говорит. Скуфейка. Он ее бросил и стал топтаться на ней. Вот так растопчить самого себя. Другому говорит. Ну, как Пушкин писал там. Равнодушно, не оспаривая глупца. Вот это что за памятник? О, тут мой большой человек. Прокурор. Республиканского масштаба. Ох и сволочь был. Вот иди ему расскажи это. Он пошел и давал поразить. Скольких людей ты неправильно судил. Гад ползущий. Наконец-то тебя Бог в ад загнал. Ну же. Вернулся что? Ну он-то как реагирует? Никак. А можно было при жизни сказать? При жизни? Да что ты. Никогда бы не вышел из тюрьмы. А теперь иди и похвали его. Как? Самый ты лучший на земле. Ну он пришел. Ни одного дела ты не пропустил. Не досыпал ночей. Ты ходил. Бедным помогал. Что? Молчит? Больше тебе другого не надо. Все. Бери с него пример. Отвергнись самого себя. Ты возвысь себя для Господа. Как Господь скажет? Какое место Писание меня одобряет? Какое меня ставит на место и узду вкладывает в рот? Я говорю о вещах ези. Второе. Которая ступенька. Возьми крест. Страдание. Вот бывает человек. Ну родился с каким-то дефектом. Ну можно выправить, а можно и не выправить. У нас какое? За границу ты отправляй детей. Это не красавец. Которые приезжают. Там бывают бездетные. Их заводят туда как бы слепо глухонемой. Или такой. У ней рот где-то вот здесь вот. Глаза в разбежку. И они его взяли. Ребенка. Я только считал 7 операций сделали. 7 операций. И никто не узнает этого человека. Какая девушка выросла? Считаю в Германии. Когда бомбили в Берлин. А одна. Ну их разобрали. Пленных. Там много туда. Не пленных. А население переселяли. Я примеры говорю. И вот. Она в одной немке была. И теперь она в России. Говорит. Я ее ненавидела. Прям не знаю как. Вот затеяла. Затеяла. Тот другой. Говорит. Учит немецкий язык. Тебе будет удобнее. Были поросяты. Говорит. Ударили. Забор упал. Свинья выскочила. Стреляют. А я говорю. По улицам шпарю. Чтобы задержать. А куда на смене дело? Она все колола. И отдавала врачам. У меня такие были деформации. Что вылечила меня. Я заика была. Сейчас не заикаюсь. Как советские власти вошли. Она со мной поговорила. И говорит. Я завтра пойду к властям. Чтобы они тебя вывезли. У тебя родина есть. Ты здесь была пленница. Я так глянул. Я пешила. Лютеранка. Я так полюбила ее. А у нее масштабно она мыслила. Какая она поедет. Что. И все я рассказывал про страну. И которая была. Ну и она выехала сюда. И теперь поминай. Была бы верующая. Она бы каждый день ее в молитвах поминала. То есть. Каким ты должен быть. Отвергнись себя. Возьми крест. И тогда следуй за Ним. А чтобы следовать за Ним. Которые первые две ступени. Ты должен себя смотреть. Ничего больше не надо. Ближнего попроси. Ближнего на случай вечи. Мы сами себя. А третье. Как Господь говорит. Писание. Вот я просто. Маленький вопрос зададу. Апостол Павел говорит. Я вас учил со слезами денно и ночно. Со слезами. И денно. И днем. И ночью. Так. Ночью сегодня читали Слово Божие? Библию в доме не знаю где. Да где-то лежала. Это настольная книга. Ежедневно. За стол не поешь пока не прочитаешь. Второе. Ты молился сегодня ночью? Ну там. Простые вопросы. Я не прошу чтоб ты встал и три часа стоял. Ну пять минут ты можешь помолиться-то? Как бы ты не был занят. Пять минут. У тебя нужны то тоже больше моего. Почему нет? Господь побуждает. Это я скажу по милости Божией. У меня кажется ни одной ночи нет. Только уж большой дождь. Чтобы я не вышел на улицу. Я по терябке не помолился. И в первую очередь молюсь о чужом. Который все делает не так как надо и прочее. Меня не касается это. Может ночью среди молитв других. Что интересно. На четыреста пятьдесят километров. Я попутно все говорю. Обнаружили звуки похожие на органную мелодию. Астронавты. Четыреста пятьдесят километров. И там звуки. А что они означают? Я не знаю. Но думаешь это молитва святых? Ну я просто так для себя. Нигде про это не считал. Органная мелодия. Другой музыку не любит. Или умер. Абмер говорит. Я слышал. А там такие звуки. И здесь не играть. Ну хоть на что-то. Себастьян Бах. Ну Бах. Органная мелодия. Это страсти Христовы. По Матфею. И такое. Итак. Сегодня пойдете. Возьмите тетрадки. Один прибор называется ручка. Запишите вопросы. И когда вас никого не будет. Вы тогда коснетесь. Скажете. Мы это проходили. Богу нашему слава. Во веки веков. Занятия со скольки? Да. Подождите. Я думал уже время-то. А? В двенадцать что-то? Нам же сепарировать еще надо. Давайте в двенадцать. В двенадцать? Да. Ну как скажете. Сначала я разум. Все с Богом. Хорошо.